Robotcom.ru Самый лучший, самый быстрый, самый тихий и производительный игровые компьютеры только на этом сайте. А самое главное здесь низкие цены. Покупая на этом сайте компьютер, вы получаете скидку при оплате, а также подарки. Лично я купил на этом сайте себе игровые компьютеры, не на граммный пожалел. Robotcom.ru, ссылочка под видео. Чек out this epic drop! Всем привет дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем канале и с вами Виторган 177. На обзоре у нас сегодня будет Урал Болотоход. Достаточно интересная моделька, ребят, не мог пройти мимо, собственно говоря, чего и вам советую. Не проходите мимо, я имею ввиду. Значит, автором данной модели у нас является Петр Верховцов. Он же Доктор Хамлет. Вот, ну, также есть огромнейшее, ребята, описание. Можете с этим описанием ознакомиться более подробно на сайте stmods.ru. Собственно говоря, то, откуда я скачал этот мод. Также можете этот мод скачать, увидев ссылочку под видео. И в моей группе Виторган 177. Чем он мне понравился? Ну, понравился, безусловно, он гуслями, явно не стандартностью модели. В принципе, сама модель у нас сдернута с версии 1304.15. Модель Урала. Вот, с небольшими изменениями по текстуре, как мне показалось. То есть, текстуры такие более темные, что ли. По-моему, в 1304.15 он был более светлый. Это как бы единственное отличие, наверное. Вот, ну, безусловно, да, гусеницы это очень хорошо, ребят. Очень хорошо. Но на самом деле, учитывая возможности гусениц, да, то, насколько вообще техника с гусеницами становится проходимая. Вот. Я считаю, что эта моделька очень даже актуальна для игры спинтайров. Учитывая этот факт, поскольку мы возим бревна. Вот. И с большим комфортом перевозить. Я не знаю, сколько эта модель будет перевозить бревна. Честно говоря, обзорчик такой чисто импровизационный. Единственное, я поставил борт, поставил бортовой прицеп, их загрузил, сделал превьюшку. Вот. И как бы вот. И вот теперь вот уже это автомобиль на обзоре. Ладно, болтовня болтовнёй. Многим это не нравится. Давайте в таком случае приступим непосредственно к обзору. Ну, относительно визуальности. Да, гуслянки очень, кстати, неплохо сделаны. Очень неплохо детализированы. Вот. Автор упоминал о том, что, типа, вот такие гусеницы каких-то там... Где-то там на полях использовались для перевозки навоза и т.д. и т.п. Ну, честно, откровенно вам скажу, я, честно говоря, не помню. Такие модели, неприближённые даже модели Урала, чтобы они вообще перевозили какие-то навозы, где-то по полям ездили на этих гусеницах. Это вообще как-то неактуально. Ну, может быть, где-то, не знаю, в военных структурах, может быть, да, такая техника и была бы актуальна. Ну, опять же, ранее нигде не встречал. Вот, если вот учитывая тот факт, что ранее нигде я не встречал, то это, как по мне, ребят, это чисто импровизационное такое решение авторское. Типа, вот сделал вот так вот. Вот. Ну, хотя бы добавил бы один скриншот непосредственно из реальной жизни, то, что, да, действительно, такие модели существуют. Потому что на моей памяти, ребята, я ничего подобного не встречал. Ладно, как бы бог бы с ним, эта игра, соответственно, проверяем её на функционал. Вид из кабины отсутствует, присутствует вид с кабины. Давайте сразу заведу. Звук дефолтного Урала 4320. Работоспособность в ночное время суток всего вообще возможного. Да ничего, по-моему, да, не горит. Я не пойму, вот эти горят или они так ярко затекстурены. А, не, по-моему, горят, да. Спереди у нас ничего не горит. Сзади у нас горят габариты. Стопаки работают. Задний ход проверяем, работает. Так, ну, и что нам бы ещё здесь с вами проверить-то? Ну, наверное, ну, ближний свет, да. Даль светит хорошо. По принципу ночью не заблудишься. Этот мой принцип тоже многих уже бомбит. Ребята, ну, не обессудьте. Так, ну и... Так. Давайте, наверное, уже посмотрим на аддоны. И, собственно говоря, прокатимся, да. Ну, давайте посмотрим. Я так предполагаю, здесь пресс-курант из дефолтных аддонов. Бортовая платформа, платформа-лисповоз, топливная, сцепка, ремонт, прицеп, бортовой... Ага, бортовой прицеп, тележка. Ой, ну, не знаю. Ну, стоит ли вообще акцентрироваться? Платформа с краном, ребят, даже стать... Ну, давайте, да. Давайте, знаете, что мы с вами сделаем? Переместимся, во-первых, на локацию лесоповал, проверим автомобиль. На возможность погрузки и разгрузки, погрузки в режиме симулятор. Неотъемлемая часть, особенно для тех, кто играет. Все время в симуляторе. Ну, должны знать, насколько этот автомобиль актуален... Актуален для симулятора. Ну, погнали. Погнали, наши городские... Как скажет, псих. Так, ну... Начинаем с бортовой платформы. Давайте сразу поставлю, наверное, бортовой прицеп. Грузится хорошо здесь, как бы все без нареканий. Туда тоже все падает хорошо. Выпадает везде по четыре коротких бревна. Ой, сорян, не туда тыкнул. Вот, здесь как бы все работает очень хорошо, как говорится, да. И все хорошо очень грузится. Платформа лесовоза, благодаря которой устанавливается прицеп-ростуск. Удлиненного ростуска, я так понимаю, нету, да. Да что-то, да, не наблюдается. Не наблюдается длинный. Ну, жалко, да, жалко. В принципе, учитывая, что на этом автомобиле гуслянки, можно было и делал роспуск сюда сделать. Потому что, ну, типа проходимость, ого-го. Вот, а по факту возимым все равно по-прежнему четыре очка. Ну, не знаю, это как бы лично мое мнение. Можно было сделать, чтобы он возюкал, возякал, перевозил, короче. Побольше чего-нибудь. Ну, не четыре очка, а как-то маловато. Вот, ну, здесь чисто, ребята, дефолт, да. Вот плюс вот эти вот траки. Дефолт плюс траки. Вот, гуслянки всеми нами любимые, долгожданные и так далее и тому подобное. Так, ну и, соответственно, грузимся мы здесь еще точно так же, только с этим, ёхарный бабай. Прицеп-ростуск в таком, да, исполнении. Давайте имитацию произведем, такую своеобразную имитацию симулятора. Погрузимся вручную. О, погрузился я вручную, ёхарный бабай. Вот вам, ребята, номер. Поставил я платформу, а гуслянки перестали крутиться. Вот так вот оно бывает. Ну, я, конечно, понимаю, что это все-таки, как бы, да, типа, это такой набросочек. Более того, автор об этом даже упомянул в своем описании, что это, типа, даже не мод, это так, а бы как набросок, да, типа такого плана, что-то. Ну, я не помню, как это подробно звучало. Ну, короче, неактуально, неактуально использование платформы лесовоза с краном на данном моде. Неактуально, он не работоспособен. Ну, я не знаю, платформа лесовоза просто, платформа лесовоза. Давайте проверим. Актуально? Если это будет опять уже неактуально. Вот платформа лесовоза, нормально. Но смотрите, что-то там как-то очень слишком много, по-моему, пыли. И там что-то стукает, стукает реально. Как будто что-то бьется там, я не знаю. Чего там биться может, я понять, честно говоря, не могу. А, ну, смысл мне вообще сейчас ехать опять на этот, да? Ну, блин. Ну, короче, давайте, ладно, загрузимся на автоматиком, да? Не получится у меня имитация погрузки в режиме симулятор. Из-за невозможности грузиться данного мода. В симуляторе. То есть кран у него... С краном машинка у нас получается, что не едет. Ёкарный бабай. Гусеницы есть, но все равно мы так же по-прежнему умудряемся... Так и норовим, то есть, перевернуться. Я думал, все-таки автомобиль с гусеницами будет более устойчивый. Ну, не знаю, посмотрим сейчас, ребят. Прокатимся по стандартному маршруту по полигону, да? Я еще попробую на гору кто выше забраться, потому что, ну, тоже, мне кажется... Блин, слушайте, я сегодня вообще разверну здесь. Гнет его со страшной силой, конечно. Ёмкость топливного бака 270 литров. Как бы этого мало не было. Вот я сейчас, безусловно, буду кататься, смотреть, насколько... Много он хавает. Гуслянки, по идее-то, они хавают поболее, чем обычно. Ну, хотя хрен его знает. Пока что расход 11, но это вторая передача всего-навсего. Вот что-то лупит, смотрите, вот прям лупит там на сцепке. Я не пойму, в чем проблема, прям долбежка какая-то идет. Долбит и долбит. Кстати, вот с бортовым прицепом такая же петрушка, тоже какая-то долбежка идет. С чем это взаимосвязано, ребят, я не знаю. Так, ребят, ну, с появлением у меня руля, я, честно говоря, даже не знаю, как тестировать моды теперь на горе, кто выше. Ну, давайте так будем делать. Давайте так. Немножечко, так скажем, перетрубирую этот момент. Буду залетать, к примеру, ну, на третьей передаче, да? А потом, по мере возможности мода, буду понижать передачи. Ну, там, остановился, к примеру, на третьей, включая вторую, то есть, нам, первую, да? И пытаюсь подняться на первой. Хотя, знаете, наверное, лучше сразу подниматься на второй. По-моему, лучше подниматься на второй. Но я здесь чувствую, я не успею воткнуть вторую. Давайте, наверное, сдадим маленечко подальше. Ты куда тебя, ёкарный бабай, загибает, я понять не могу. Я что, тебя туда прошу загибаться, что ли? Да, ёфт. Либо я ездок никудышный, либо мод никуда не едет. Ну, на натуре никуда не едет. Ё-моё, по-моему, гуслянки-то наши за это, зажимает, это платформа лесовоза. И от того мы никуда не едем. Блин. О, вторая пошла, родная, давай. Хренушки, вторая не идет. Роет, 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 роет. Ну, давайте на пониженную, что же теперь делать? Ну, я не знаю, ребят, честно, честно, не знаю. Вот видя вот это вот все перед собой, я, конечно, все прекрасно понимаю, но это хуже, чем ЗИЛ-130, понимаете? Вот на этой горе себя вот этот мод демонстрирует. Ну, в принципе, да, и гусеницы даны для того, чтобы... Гусеницы даны для того, чтобы все-таки как-то сымитировать действительно то, что машина должна летать, буквально летать по грязевым всем этим препятствиям, по холмам, по долам. Ну, в принципе, хрен знает насчет, как по холмам. Но по болотам точно должен летать. Так что давайте ныряем мы с вами в болото. Посмотрим, насколько он будет актуален. Третья передача. Хрен, приехали. Ну, вы знаете, на первой передаче я и на дефолтном 4320 проеду. Не знаю, ничего особенного пока что я здесь не вижу. Вот вторая передача. Колеса прокручиваются в гуслях, как бы, ну, блин. Купец там все коптит, дымит от пробуксовок. Конечно, классно, классная задумка. Ничего плохого сказать не могу. Все очень это офигенно, бесспорно, да. Но он здесь сейчас вот-вот закопается, невзирая на то, что он нагусился. Невзирая на то, что называется болотоход, ребята. По большему счету не шибко оправданное название получится, да, раз уж он болотоход должен ехать по болоту так, как просто вот, как по маслу, да. Но здесь что-то вот я такого не наблюдаю. Масла никакого нет. Если только масло талое и вязкое. Честно, ожидал большего. Вот честно вам говорю. Я думаю, те, кто этот мод скачали, ровным счетом будут со мной солидарны. Те, кто не скачали, ребят, посмотрите обзорчик. Я старался сделать его максимально быстро. Как только, можно сказать, проснулся, да, увидел, что мод опубликован на сайте S-T-Mods, и, собственно говоря, решился сразу записать обзор. Стараюсь на новинки, на все новинки делать обзоры, чтобы вообще люди знали, видели, что они скачивают. Нужно ли оно им? Не нужно. Относительно, кстати, да, Spint Air S+, ребят, надо было мне, конечно, это еще в начале упомянуть. Вряд ли кто-то это целиком и полностью смотреть будет. Вполне возможно, отчасти народ перемотает. Но все равно, упоминаю, упоминаю Spint Air S+, значит, вместе с модом идет уже Spint Air S+, устанавливается он отдельно. Закидываете три файла, два DDL формата, один XML формат, корень папки с игрой. Корень с игрой, это подразумевается тот корень самый, где у нас лежит запускной ярлык игры Spint Air S. Записываете и все, и как бы у вас все работает. У меня просто мой конфиг Spint Air S+, 8, достаточно такой универсальный. У меня и гусли на нем работают, и что только на нем не работает, ребят. И лебедка у меня рабочая, и нет урона, и принудительная погрузка. Если вот, к примеру, прицеп Крилл стоит, да, все равно у меня машина грузится, как бы, ну. Ну и камера, да, само собой разумеется. Вот камера, отдаление камеры. Вот, этот конфиг, ребят, вы можете скачать. Ну, в принципе, не то, что конфиг, а весь Spint Air S+, с моими настройками, вы можете скачать, увидев ссылку под углом. Со всеми друзьями, желающими приобрести данный конфиг, я уже давно поделился. Вот, если у вас есть желание какое-то там, то можете скачать. Все это вообще доступно, никаких у меня, ни от кого секретов нет. Тем более, что кто-то не дружит с Spint Air S+, не знает, как его настроить правильно, какие функции ему активируют, и где, собственно говоря, то для вас это будет самое актуальное. Я считаю, у меня такая сборочка получилась, самая такая нужная. Никакого читерства, ничего тут у меня нет, преимущественно. Вот, то есть, как бы, все вот по дефолту, плюс вот эти вот какие-то более-менее комфортные, приближенные к реальной жизни. Да ёкарный бабай! Вот гусеницы я вот за это терпеть не могу. Вот, вот, ненавижу просто из-за этого. Вот, посмотрите, что происходит. Вот эта вот палка теперь будет меня преследовать на протяжении, наверное, всей моей оставшейся жизни. Давайте я немножечко сделаю иначе. Болото типа мы проехали. Тпхаемся. Где наше болото-то? А, вон оно, болото. И поехали вот сюда, на гору. Мне тоже, кстати, безумно интересно, как оно это всё будет реализовано по болоту. Давайте попробуем на максимально высокой скорости, в которой только успеем мы с вами разогнаться, штурмануть эту гору. Блин, ну там долбёжка такая стоит, бесец. Ну, блин, такое ощущение, как будто он прямо на издыхании едет. Не знаю, заберётся ли он на третьей передаче на эту горку с четырьмя очками. Смотрится, конечно, да, харизматичного на этих траках, блин, но... Всё, сдох, ребят. Сдох. Вы извините, конечно, меня, но до того момента, когда я ещё приобретал, не приобрёл, то есть руль, у меня здесь очень многие моды залетали буквально чуть ли не на пятой передаче на автомате. Вот. Сейчас же вот третья передача не актуальна. Вот. То есть вот забираемся, можно сказать, чуть ли не еле-еле душа в теле на пониженной передаче, ну, на первой передаче. Первая, это преимущественно как пониженная, она здесь работает, если вы с рулём играете. Вот вторая. В принципе, в грязи-то достаточно вроде как неплохо, да? Давайте проверим, как автомобиль будет держаться при крене, потому что так-то Урал-43-20, он славится своей пружинностью такой чрезмерной, да? И как бы кренит его при первой же возможности, и вторая, да-да-да, чувствую, сейчас мы здесь с вами заляжем, по-чёртовой матери. Да, ну... Как бы это печально, ребят, не звучало, но мы залегли, короче, одним словом. Ух, даже не знаю, ребят, куда бы мне бы ещё перебраться. Ну, забираться сюда опять, ну, не вижу абсолютно никакого смысла. Давайте сделаем следующее. Вот сюда вот я, допустим, проедем немножечко по другому маршруту. Сейчас загружу опять же его на 4 очка. С двумя очками катать не вижу смысла. Это всё-таки мод у нас с траками, да? И, соответственно, я жду от него чего-то больше. Ну, я так предполагаю, зря я жду. Потому что ничего хорошего я чувствую от него не увижу. Гусли есть, да, вот. А ехать он один хрен на них нормально не едет. То есть, дефолтный 43-20, по-моему, даже даст этому гусеничному уральщику форы. Вот. Мне кажется, он поедет гораздо лучше дефолтный. Нежели вот этот с гуслями. Да, блин, ну что там долбит-то, я понять не могу. Долбёжка прям идёт такая. Что-то барабашка как будто какой-то сидит. Давай, давай, на третий, давай, 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 родной, на третий. Выжимаем, выжимаем. Отлично, выжили, да? Выжили и встали. Охрененно. Вообще, ребят, честно, да, я очень расстроен. Этой проходимостью данного мода. Ну, прям что-то как-то уж слишком всё ущербно. Я считаю, что с гусеницами мод должен ехать как минимум лучше, чем дефолтный. Ну, ничего подобного я здесь не наблюдаю. Ну, естественно, один комплект колёс, да, если кто не заметил во время, когда я лопатил аддоны. Никаких дополнительных комплектов колёс, ребят, мы здесь, к сожалению, не увидим. Е-мое, кто ж там ездит? С дырявыми глушаками. Вот. Дополнительный комплект колёс не увидим. Но я считаю, это не слишком нужно вообще, да, учитывая, что этот мод на гусенице. То есть, при замене колёс хрен он знает, как оно всё в себя поведёт. И бугануть может. Поэтому авторское решение я, в принципе, вполне понимаю. Понимаю, почему нет колёс под замену. Интересно, а ведь можно ведь сделать, чтобы, допустим, при смене колёс менялись только передние колёса. Ну, так вот. Вот. Я помню, на версии 13.04.15 на Урал 43.20 ставились колёса от Краза 255-го. Брутально он достаточно на них смотрелся, как я помню. Ну, лично я всё время проходил карты на Урале 43.20 вот именно вот с этими Кразовскими колёсами. Я не знаю, кто как раньше играл на старых версиях этой игры. Но вот я вот проходил именно на Кразовских. Но он смотрелся на самом деле как-то более эффектно, более брутально. Потому что вот эти тоненькие, они как-то не внушают, честно говоря, какое-то доверие в плане проходимости, да? Согласитесь со мной. Кразовские колёса, они такие, более кажутся такие. Ну, типа вот, мы везде проедем на этих колёсах. Вот сразу вот такое впечатление создаётся. Так, здесь у нас, кстати, лужица такая, достаточно коварная, чумазая. Пытаемся её бразднуть на второй передаче. Не знаю, актуально ли это, нет. Ну, в принципе, едет. Смотрите, давайте я ещё подсоблю там рулём влево-вправо. Постоянно полный привод, постоянно заблокированный дифференциал у меня, ребят. Ну, в принципе, для комфортности передвижения это очень актуально. По расходу 14 литров, вот сейчас вот у меня демонстрируется. В принципе, не так много, как могло бы быть, кстати говоря. Но при всём при этом, вот сколько я уже катаюсь, ребят, я исхавал уже более 160 литров. Вот, то есть, ну, в принципе, я считаю, не так много. Мы вроде как проехали, да, но при всём при этом расход достаточно такой неумолимый в общей сложности. Вот 17 литров он мне показывает. Нормальный такой расход. Учитывая, что бак всё-таки 270 литров. Но ёмкость эта дефолтная. Вот, это я как бы всё прекрасно понимаю. Человек делал как бы без каких-либо намёков на то, что это там вот какой-то читерский или ещё какой-то. Вот, вписывается он в повороты очень хорошо, даже несмотря на то, что у нас, в принципе, включен полный привод, заблокированный дифференциал, да. И при всём при этом он едет очень даже неплохо. Очень неплохо. То есть, манёвренность у него, в принципе, сохранилась хорошая. Я думал, честно говоря, вот когда я устанавливал этот мод, что траки будут сильно пропихивать морду вперёд. И от этого он будет крайне неповоротлив. Когда скачал и в первые же минуты обкатки, я сразу для себя понял, что манёвренность, в принципе, автомобиль не утерял. Вот это вот, я считаю, большой плюс. Вот, но мне кажется, если бы траки были бы более такие, так скажем, более проходимые, как раз-таки тогда бы манёвренность была бы потеряна. Вот, тогда бы точно было бы, срабатывал бы принцип тени-толкай. Вот, ну, в данном случае не тени-толкай, а толкай. То есть, гусли бы толкали бы, пропихивали бы при любой какой-то сложной дороге, сложно проходимой дороге, да. Гусли бы толкали бы морду вперёд, и автомобиль бы просто-напросто не был бы проходимым. Потихонечку, полигонечку. В принципе, вот на второй передаче грязи-то он такой средненький, он едет нормально. Да, в хардкор, конечно, не рекомендую на второй нырять, лучше там на пониженной. Ну, в принципе, ребят, пока что мы нигде с вами не застряли. Вот, как бы оно, хреново бы, может быть, и не казалось бы, то, что он там поднимается плохо на подъёмы какие-то, туда-сюда, да. В принципе, мы ещё с вами нигде не застряли. Знаете, у меня вот желание проехать немножечко по джиперскому болоту, на полосу разгона, смысла ехать не вижу. В принципе, автомобиль далеко не скоростной, учитывая то, что у него траки, да, они в разы могут снизить максимальную скорость автомобиля, что, скорее всего, и произойдёт. Ну, по большему счёту можно и съездить, чё там, да. Почему бы и нет, это всё-таки обзор, да, наверное, надо протестить его и на максимальную скорость тоже. Ну, ладно, доедем. Давайте сейчас немножечко побороздим просторы вот этого болота. Болото достаточно хардкорненькое, хотя оно, в принципе, рассчитано на джипы, нежели на грузовики. Вот. Ну, рассчитано на джипы тоже, это не значит, что оно лайтовое. Блин, ребят, смотрите, у меня бак уже покраснел, охренеть. Палочки объезжаем, объезжаем мы с вами палочки, а ну их нахрен. Блин, тут зараза, всё равно у нас палочка встретилась. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, а вот ещё одна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не цепляйтесь только ко мне. Слушайте, вроде не зацепил ни одну палку, да? Ну, блин, мне на обзор-то, дай бог, конечно, может и хватит топлива, но... Что-то как-то мы выкушали очень до хрена на самом деле. Что-то у меня так фрезануло сейчас прям, не по-детски. Так, ну, единственное, да, конечно, я скинул платформу лесовоза, скинул брёвна. Останусь, так скажем, в чём мама родила. Вот, и поедем по асфальту прокатимся, посмотрим, насколько он шустро поведёт себя. Ну, вот уровень нанесения урона водой у нас где-то примерно на уровне лобового стекла. Так, ну что, ребят, по большему счёту у нас как бы все приключения внедорожные закончились, поэтому я скидываю все аддоны и, соответственно, пытаюсь разогнаться, выжать максимальную скорость из этого автомобиля. Ладно, всё, я заправился, потому что мне надо, чтобы мод был полностью отремонтирован, потому что всё-таки краш-тест, я думаю, он не избежит. Включаем с вами строку состояния. Четвёртая передача, 20 км в час. Но это, я считаю, крайне мало. Вот пятая передача. В принципе, он от этого быстрее ехать не стал. Ну, я да, как и предполагал, что при траках вот этих у него скорость максимальная снизится в разы. А шестая передача есть? Нет, только пять. Хе-хе-хе. Хоть я и шестую воткнул, но всё равно это, по факту, пятая получается. Вот таким вот, ребят, тихоходным способом мы с вами передвигаемся. Ну, давайте немножечко подведу итоги, пока мы едем с вами на краш-тест, ползём на краш-тест. Что я хотел бы сказать. Ну, может быть, да. Отчасти это, конечно, задумка классная. Но, в принципе, реализация этой задумки в игре Spintires ещё пока что не доведена до ума. Проходимость ненамного лучше дефолтного 4320. Может быть, где-то что-то там, я не знаю, на горах и на горках подъёмах, так это он вообще ни хрена не едет. При установке платформы с краном машина вообще там не едет, гусеницы на разрыв идут. Ну, очень много недостатков. Максимальная скорость я вообще умолчу, да. То есть, это вообще тут как бы бредятина с козлятиной. Он ни хрена никуда не едет. 20 км в час, я считаю, это просто очень мало. Так, 193 урона. 73-10 тоже там. До хрена он, 465 урона. Ну, как-то вот так, ребят. Ну, я не знаю. Конечно, делать выводы, безусловно, вам, да. Нужен он вам этот мод или не нужен. Как по мне, он мне не нужен. Задумка, да, хорошая. Ещё раз упомяну, да, действительно, задумка хорошая. Автору за это огромный респект и уважуха, что называется. Вот. И также от имени автора хотел бы сказать, что вот он передавал огромные, большие, то есть, благодарности тем, кто ему помогал и так далее, и тому подобное. Ребят, со всем описанием на сайте СТМОЗ. Описание на самом деле очень познавательное и очень большое. Поэтому не стал его зачитывать на обзоре. Все, кто желает ознакомиться с этой опиской, милости прошу, на сайте СТМОЗ.РУ. Собственно говоря, то, где вы можете этот мод скачать. Также ссылочка на этот мод под видео, со всеми спинтайры с плюсами и так далее. То есть, всё там идёт в одном архиве. Вот. Ну и, пожалуй, я на этом заканчиваю. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте уступать в мою группу ВКонтакте Витарган177, где скачать уже всё рассказал. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok